Добрый день! Меня зовут Андрей Групцов, я мастер города Мастеров. Сегодня мы познакомимся с техникой жмурка на основе розочки. Техника жмурка это кривой метод обработки кожи, когда кожа проклеивается и собирается вот такие складочки. Поэтому называется жмурка, потому что сожмуривается. С помощью этой техники можно делать таких змеек, такие чокеры, создавать рельефы на плоских поверхностях, в данном случае сумочка. Вот такие рельефы. Это все клеевая техника. Вот они, собственно, видны в очень складочке. А сегодня мы с вами сделаем очень простой элемент, розочку. Для этого нам потребуются кусочки кожи, различные кусочки кожи. Я работаю на специальной акриловой доске, но можно постелить плотный полиэтилен. В итоге у нас получится вот такая розочка. Мы выбрали кусочек кожи, переворачиваем его лицом вниз и по изнаночной стороне, она называется лохтормянка, специальным клеем. Клей называется неритовый. Промазываем всю изнаночную часть. Работать лучше в хорошо ветревом помещении, потому что все-таки клей не очень хорошо пахнет. Если у вас нет возможности купить неритовый клей, можно использовать клей 88. Момент использовать нельзя, потому что момент очень быстро высыхает. А преимущество данных клеев в том, что клеящая способность сохраняется в течение 15 минут с момента нанесения клеящего слоя. Для того, чтобы кисточка не засыхала, я использую следующее приспособление. Вот в баночку налить растворитель для сфоропропеновых клеев. А, крышечка. В крышечку вставленная кисточка и хорошо загерметизирована. То есть я попойлась клеем, кисточку вставляю в баночку и хорошо закрываю. Кисточка всегда будет чистая и готова к работе. Вот мы промазали изнаночную часть кусочка. Когда он немножко подсохнет, то есть перестанет вот так вот липнуть к пальцам, а это произойдет достаточно быстро. Пинцетом начинаем с лицевой стороны формировать полуокругности. Это будет лепесточек розы, в данном случае внешний. Видите, у нас кожа начинает закручиваться внутрь. Растворитель кисточек. Растворитель кисточек. Растворитель кисточек. Таник клетке. Резинский кисточек. Добавляем честочек. Добавляем честочек. Добавляем честочек. И нам осталось сформировать внутреннюю часть цветка. Срезы со стороны внутренней части мы заправляем под честочек. Добавляем честочек. Соответственно все приклеиваем. Добавляем честочек. Добавляем честочек. за очень короткое время розочку можно использовать в качестве декора набраться лет можно сделать из нее брошку или кулон мы сделаем из этой розочки кулон вот для такого чокера который был изготовлен заранее в этой же технике чтобы было все красиво с изнаночной стороны мы приклеим другой кусочек кожи я вот возьму какой-нибудь контрастный кусочек кусочек другого цвета также мы его промазываем клеем и вот 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 Из этой же кожи формируем петелку для подвеса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут лишнее немного обрезаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 к сорому кусочке кожи обрезаем все лишнее обрезаем все лишнее Такой получился кулон Если вам понравился наш мастер-класс Смотрите другие наши мастер-классы Продолжение следует...